Просто продолжить рассуждение. Мне кажется, мое мировосприятие, мироощущение, мировоззрение, оно в чем? Издалека начнем, что вообще святые люди, святые люди, они видят всех святыми. Просветленные, просветленные. Совершенные, совершенными. То есть мы каким-то образом, нашим мироощущением, мировосприятием озвучиваем наш мир, нашу реальность. Когда человек готов и уже созрел для того, чтобы и в страдании, и в боли, и в смерти видеть проявление Бога, то становится все божественным. То есть мы интерпретируем и наделяем. Интерпретатор наш внутренний работает именно таким образом. Я уверен, что разделение между Богом и человеком есть в нашем уме. Дерево познания добра и зла, добро и зло разделилось только в сознание Адам. Мир остался таким же. То есть этот вирус Адам получил, вирус ума, который расщепляет, разделяет, ставит какие-то препятствия, категории, тезис на антитезис, синтез становится новым тезисом и так далее, все это разрастается. Поэтому в реальности все едино, целостно, и там нет разделения. Правильно, неправильно, добро и зло. Начинка в пироге или пирог в начинке. Мы в Боге или Бог в нас. Это только суждение ума. Вообще вот это классическое, ну это я повторяю, в принципе, то, что у нас немножко на семинаре было, но больше для всех. То, что классически названо словом покаяние в Библии, да, то классическое значение этого словами это мною, это состояние над умом. Когда мы освобождаемся от, вот, выходим за, начинаем видеть мир с позиции Господа Бога. То есть с позиции, при котором разделения отсутствуют. В мире все целостно. Границы даже разделяющие нас на дух, душу и тело. Ну-ка покажите мне, где она проходит. Это только категория ума. Поэтому любое обучение, в том числе и молчанию, молитве, богопознанию и так далее, это только, ну такое развлечение, может быть, иногда необходимость для нашего сознания, для нашего ума. По сути мы изначально уже, ну потому что кроме Бога ничего не существует вообще. То есть даже если Бог создал мир, Он создал из чего Его? Из ничего. А ничего. Откуда оно? Ничего это и есть, есть Он. Но опять, как только мы начинаем влезать туда определениями, категориями, мы уже опять получаем какое-то даже не меню, а карикатуру на меню. Поэтому, как говорил великий классик русской литературы Борис Борисович Кребенщиков, те, кто знает, те будут молчать. Вот, еще раз, да, вот к этой идее возвращаемся. Чуть-чуть, вот мы поднялись, и я согласен полностью с Сашей, что как бы идея нашего высшего Я, на самом деле мы очень часто высшее Я, которое проявляется как идеал всего самого лучшего, что можем представить. То есть мы видим эту точку нашего высшего Я как точку Бога. Но Бог, как непостижимая реальность, не умещается в нашей интеллектуальной категории, и туда вообще, ну, то есть как программа не может познать программиста, точно так и мы можем быть причастны Богу. Но мы не можем, ну, до конца умом, ну, то есть каждая попытка понять Бога, это некоторый слепок маленького фрагмента, которым мы даем зацел. Вот, поэтому так-то изначально, если, как только мы отдыхаем от ума, от категорий, да, и умеющая, вот какая категория, чем важная, хотелось бы, чтобы, вот у нас на семинаре молчание, хотелось бы, чтобы еще один день был семинара. Тогда уж точно мы догнались бы. Вот как алкоголисты там догоняются, да, последние, чтобы не хватило, вот последняя капля, вот, ай, ну, иди там. Точно так вот, да. А вот, а мне показалось, что если бы на один день меньше, то было бы получше. Вот у ума всегда есть несогласие, вот нашу процессу думания, он так устроен, что он, если он не переучен, там просветов нет, то есть какого-то, да, такого, то мы смотрим и получаем о чем-нибудь. О том, что в настоящем моменте не так. Чем еще быть недоволен. Но не может же быть все так хорошо, друзья. Ну что-то же есть еще. Или здесь. Если не здесь, то за пределами. И поэтому каждый раз мы возвращаемся, и как-то так вот, процесс переучивания, процесс переучивания. Вот я недавно с одним человеком разговаривал, вот, и он говорит, у меня, говорит, предельное переживание. Я говорю, смотрите, вот, уровень стресса, например, ноль, нулевой уровень, это когда вы расслаблены и засыпаете. Сто процентов это когда вы попадаете в аварию, находитесь внутри автомобиля. Сколько у вас уровень стресса в течение, ну, в обычном течение жизни? Он говорит, девяносто. Девяносто уровень стресса. Что-то стресс, страх, да, ну, какой-то ужас, несоответствие. И кажется, что может, постоянно ожидание, что что-то такое плохое может произойти. Но я так говорю, смотри, если ты поворачиваешься назад на весь свой пройденный путь, все же хорошо происходило. То есть уровень реагирования на реальность завышенно тревожен. Откуда это происходит? От процесса думания, от того, что мысль на мысль, мысль на мысль, мысль на мысль. И вот эта способность выходить за пределы мышления, просто чистое переживание бытиевности. Это не, я бы сказал, я немножко четко к нашему семинару молчания, отчасти вот, на ответное обложение. Это не, даже не духовная практика какая-то особенная. Это просто процесс переучивания ума, находиться ближе к реальности. То есть не в конструкциях о реальности, а непосредственно в этом сенсорном опте. И в настоящем моменте все, как правило, очень, ну, как-то так хорошо, спокойно. Вот об этом, и это как бы основное на сегодняшний день такое мое, что ли, послание. Вот как мастера дзен древности говорили, в чем состоит просветленность. Если хочешь есть, поешь. Если хочешь спать, поспи. Ну, так же и святые тоже, христианские приходили, с ними не вели особых богословских дискуссий с людьми, которые пришли. А вот, а просто какие-то простые вещи, вот, садись там, вон, книжку возьми с полки, посмотри. А вот скажите, пожалуйста, а как? Ну, давай поспи, завтра утром поговорим. Просыпаешься, роса на траве. Такая красота, и все вопросы пропадают. Вот, вот об этом так как-то. Однозначно, поиск Бога – это величайшая иллюзия. Поиск Бога – это одна из игр, которые даны нам, человеческим существам, здесь, на Земле, для того, чтобы мы каким-то образом... Ну, двигались, что ли, развивались. С одной стороны, Бог ближе к нам, чем мы сами, как один поэт сказал, что Бог – это дыхание нашего дыхания. То есть, Бог – это суть нашей сути. Мы не в центре, мы не центрированы, поэтому мы начинаем какой-то бег или какое-то движение. Вам вне, что думаете? Кем созданы эти люди? Мне кажется, умом. Ум хочет искать Бога. Ум устроен так, что ему важно достигать цели. А вот душа человека, мне кажется... Ум, более у нас вообще-то как бы по природе мужской. Мужчина цели достигает. Для мужчины важнее цель. Для женщины – процесс. Душа, ведь ум мужского рода, душа женского. А женщине важен в любви процесс. Ну, вообще не в любви важен, а цель. А женщине – процесс. Вот. А душа просто наслаждается тем, что есть. Душа ничего не ищет. Поэтому в церквях вот самых разных. Даже вот на группах психологических всегда больше женщин. Потому что как-то вот по процессу, по пониманию себя интереснее. Понимание Бога – это понимание в конечном итоге себя. Когда ты... Кто-то сказал из великих, что когда ты будешь искать Бога, ты найдёшь себя. Когда ты будешь искать себя, ты найдёшь Бога. Вот. Вот это вот такая вот вещь. И мы постепенно, вижу, 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 двигаемся в этом. Мы познаём. Мы слушаем свидетельства других людей. Вот такие всплески, когда через звёздное небо мы можем увидеть Бога. У кого-то это так. Кто-то видит, открывает Бога через любовь. Есть люди, которые через алкоголизм открывают Бога. Есть люди, которые говорят, если в нём алкоголизм, я в ка...